В Одессе шесть вечера вы смотрите новости на седьмом канале. В студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Одесский медицинский университет возвращается в штатный режим работы. Так, платежки на выплаты уже подписала исполняющая обязанности ректора Владлена Дубинина. Их уже должны были завести в казначейство. Уже сегодня их мали завести до казначейства. Тобто, сподіваємось, что в данном направлении все заработные платы, все інші выплаты будут вчасно надані співробітникам університету. Тобто, у нас все повертається до спокійного, мирного русла. В Одесі в корупції улечили сотрудника Центра гоструда. По інформации правоохранителя, эксперт госпредприятия злоупотреблял служебными полномочиями. Он вымогал взятки. В последний раз потребовал 7 тысяч гривен за предоставление позитивного экспертного вывода о возможности эксплуатации оборудования повышенной опасности. По факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 268 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Около 35 населенных пунктов Одесской области остаются без собственного источника питьевой воды. Об этом сообщили на выездном заседании Кабинета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. Проблемой также является качество воды в некоторых районах. Где мы пользуемся просто привозной водой. Это есть в Измаильском районе, это есть в Татарбунарском районе. И туда, естественно, нужно провести воду. Второй аспект – это качество воды, которой пользуются, в том числе, например, город Болград, где, к сожалению, качество этой воды и еще ряд населенных пунктов не выдерживает абсолютно никакой критики. Для решения проблемы нужно провести ревизию проектов групповых водопроводов и определить необходимое финансирование. Также на заседании Комитета подняли вопрос реконструкции Хаджибейской дамбы, а именно строительства самотечного канала. Дамбы – это одно из главных вопросов не только жизнедеятельности области, но и человеческой безопасности и жизни людей. Я уверен, что те сегодняшние предложения, которые мы видим, они вполне по силам правительства и бюджета следующего года. Избил клюшкой охранника штрафплощадки, а затем угнал оттуда свой же внедорожник. Патрульные задержали мужчину, который таким оригинальным способом решил вернуть эвакуированную машину. Во время погони беглец задел патрульный автомобиль, а затем на скорости заехал на территорию детского сада в Киевском районе Одессы. Остановил водителя забор. К счастью, никто из людей не пострадал. Ну и другое громкое дорожное происшествие. Субботню аварию с двумя погибшими на шестой станции Фонтана будут обсуждать сегодня в студии ток-шоу «Прожектор». Подробности расскажет мой коллега, ведущий проекта Евгений Салтан. Дякую, Игоре. Трагедия на шестой станции Фонтана. Сколько еще мая бути смертей, аби полицейские нарешті почали штрафувати лихачів. Хочу сказати, що команда «Прожектору» насправді зробила дуже величезну роботу, аби сьогодні у цій студії зібрати людей з абсолютно різними точками зору. Також сьогодні у цій студії будуть ті люди, які до цього на відріз відмовлялися давати будь-які інтерв'ю. Але сьогодні ми їх почуємо. Ото ж, не пропустіть. 18.30, ток-шоу «Прожектор». Тема ефіру «Вбивча швидкість. Як зупинити смерті на українських дорогах». Ігоре. Спасибо, Женя. Будемо з нетерпением ждати і смотреть з большим удовольствием. Возвращаемся к новостям пятницы. В АГА подписали меморандум о сотрудничестве с Нидерландами для развития услуги раннього вмешательства. Это проект, который обеспечивает развитие ребенка, сохранение его жизни и здоровья. В подписании приняли участие представители Одесской облгосадминистрации, областной методический центр раннього вмешательства, заместители министра социальной политики Украины і від Нидерландів організація «Софт Т'юліп». Одеска область – перша в Україні, де подписали такий документ. Сама по себе услуга раннього вмешательства – это система выявления и последующего сопровождения у деток от нуля до четырех лет каких-либо особенностей, часто нежелательных особенностей в развитии и дальнейшей работы как с этими детьми, так и очень немаловажно с родителями. В Україні наблюдается позитивная динамика с соблюдением прав человека. Такое мнение высказали украинские и зарубежные специалисты-правоведы на обсуждении в Одессе. Этому, по их мнению, способствовала судебная реформа. Практика судов развивается в позитивном ключе. То есть больше решений, обоснованных решений, которые правильно применяют практику европейского суда по правам человека. Есть, например, более проблемные вопросы. Вот один из больших вопросов – это вопрос неисполнения решений национальных судов, постановленных против государства. Чтобы усилить соблюдение прав человека в Украине, нужно также реформировать работу правоохранительных органов, следствия и прокуратуры, считают эксперты. Бизнес в Одессе и в стране в целом стало вести проще по сравнению с 2014 годом. Такое мнение высказывает ряд экспертов. По их мнению, во многом либерализации предпринимательства поспособствовала реформа децентрализации. Те реформы, которые начаты и запущены с конца 2014 года, частично позволяют нам думать о том, что со временем мы, конечно, придем к тому уровню ведения бизнеса, как на местном уровне, так и на общегосударственном уровне, когда бизнес станет прозрачным, бизнес может и захочет платить налоги и не уклоняться от налогов, когда бизнес станет рентабельным, и самое главное – бизнес станет безопасным. В Одессе стартовала третья лавка мастеров. Это ярмарка, на которой мастера хендмейда со всей Украины представили с одесситом свою продукцию. Здесь можно найти все – от вышиванок до самых нестандартных изделий. Мы представляем свои работы по всему миру. И у нас будут заказы. Люди заказывают такую продукцию, поскольку понимают, что это ручная работа, это сложная работа. Вот как бы на протяжении долгого времени мы стремились, начали изготавливать родовые оправки. Вот сейчас, сейчас начали это делать. Придя на лавку мастеров, вы можете найти товар для любого члена семьи. Тут есть и игрушки, сделанные своими руками, и погремушки, сделанные своими руками, и прянички, сделанные своими руками. Для более взрослых, для родителей, это могут быть и кошельки, сделанные своими руками, какие-то коробочки. Для женщин это, безусловно, украшения, сумки, вышиванки, сделанные своими руками. То есть многообразие велико. Они просыпаются в 4 утра, чтобы заряжать зрителей бодростью и позитивом. На нашему проекту «Утро на седьмом» исполнилось 4 года. За это время программа вышла в эфир 1025 раз. Как работает за кадром команда «Утреннего проекта» смотрите далее в сюжете. Они самые первые, кто приходит на работу. Пока кабинеты седьмого телеканала пустые, в студии уже кипит работа. Их рабочий день начинается в 4 утра. И так уже 4 года подряд. Команда «Утро на седьмом» просыпается с 4 часов утра. И это на самом деле очень масштабная работа. Каждый день здесь работает минимум 10 человек для того, чтобы двое были в кадре и всему городу говорили «Доброе утро», а теперь уже «Доброго ранку». Заряжать бодростью и позитивом – основная задача ведущих проекта. С нами они поделились своими секретами раннего подъема. Те, кто смотрели мультик про, собственно, различных животных, они обычно бьют тебя молотом по голове. Вот Саша мне сказал свой секрет, именно так я теперь и делаю. Спасибо, Саша, очень помогает. Просыпаться, конечно, сложно, но когда ты переступаешь порог любимой работы, правда, происходит какая-то магия вот уже 4 года. Потому что как бы тяжело тебе ни было, как бы тебе не хотелось спать, переступая порог седьмого канала, заходя в эту студию, откуда-то берутся просто огромные силы, огромное количество позитивов. Рано просыпаться, ну и что? Ну, это круто. Мы рано ложим. Зато мы спим в 12 потом, пару часов после эфира. Этих людей не переговорить, честно. Лучше смотрите по утрам эфир «Утро на седьмом», ну а мы будем стараться не показывать, что мы хотим спать. За 4 года работы команда проекта «Утро на седьмом» провела 1025 эфиров. Их общая продолжительность составляет 3,5 месяца. Когда я включаю утро и провожу свои утренние минуты до выхода на работу, у меня всегда как бы поднимается настроение. Я могу даже, если честно, пару раз было, что опоздала, потому что как бы слушала какие-то там новости, и такая, ну, боже, ух ты, классы. Это вообще очень здоровский проект. С днем рождения проект «Утро на седьмом» поздравляли зрители и коллеги, а также одесские музыканты. С днем рождения команду «Утро» поздравляет служба новостей и весь седьмой телеканал. Все, порт, праздник, шарики, с днем рождения, ура! Пока это вся информация, больше новостей в следующем выпуске, тогда и подведем информационные итоги дня. Встретимся в 20.00, оставайтесь седьмым.